Но в начале программы о новом этапе операции против террористов, запрещенного в России исламского государства. Сегодня позиция боевиков атаковал военно-морской флот России. Ракеты средней дальности были выпущены с кораблей, дислоцированных Каспийском море, и, пролетев полторы тысячи километров над территорией Ирана и Ирака, поразили заданные цели. О деталях операции президенту России Владимиру Путину докладывал министр обороны Сергей Шойгу. Одна за другой с российских кораблей Каспийской флотилии ракеты ночью уходят в направлении Сирии. Всего 26 пусков. Под прицелом 11 военных объектов группировки «Исламское государство». Заводы по производству снарядов и взрывчатки, склады боеприпасов и горючего, а также лагеря подготовки террористов. Все обозначенные цели поражены, доложил верховному главнокомандующему министр обороны. У данного объективного контроля все цели уничтожены, гражданские объекты не пострадали. Результаты удара подтвердили высокую эффективность. Ракет на больших расстояниях, почти полторы тысячи километров. Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода антитеррористические. И, конечно, подводить итоги еще рано. Но то, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает высокой положительной оценки. И работа Министерства обороны в целом, и работа специалистов Генерального штаба, и тех наших офицеров, военнослужащих, которые действуют на месте. Конечно, особой благодарности заслуживают летчики, которые работают в Сирии. И, как показала практика применения высокоточного оружия, моряки Каспийской флотилии. То, что мы провели эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстояние около 1500 километров восхоточным оружием и поразили все намеченные цели. Это, конечно, говорит о хорошей подготовке и предприятии оборонно-промышленного комплекса, и хорошей выучке личного состава. Это было первое боевое применение новейшей российской крылатой ракеты «Калибр». На вооружение флота она поступила только в 2012 году и считается одной из самых точных и совершенных в мире, превосходя по скорости и маневренности знаменитый американский «Тамагав». НАТОвские военные прозвали российскую ракету испепелителем. Ее характеристики до сих пор военная тайна. Прежде чем достичь целей в Сирии, ракеты пролетели над территорией Ирана и Ирака. Удар был предварительно согласован с военным командованием этих стран через координационный центр в Багдаде. По данным объективного контроля, отклонение крылатых ракет «Калибр» от заданной цели не превышало трех метров на самой дальней дистанции. На экране вы видели момент старта крылатых ракет, боевых кораблей, маршруты их полета и результаты поражения ряда объектов. Для безопасности мирного населения коридор пролета был спланирован над безлюдной местностью. Считаю необходимым более подробно остановиться на том, как назначаются объекты для поражения. Обратите внимание на слайд. Мы наносим удары только по выверенным целям. Каждому удару предшествует длительная и кропотливая подготовка. Всего же за минувшую неделю, как сообщил главе государства министр обороны, при участии кораблей и авиации российской армии на территории Сирии уничтожено 112 военных объектов-экстремистов. В том числе 19 пунктов управления, 12 складов с боеприпасами, 6 заводов и мастерских по производству взрывчатки. Данные об их местонахождении удалось получить благодаря информации из собственных источников, от воздушной и космической разведки, а также данных радиоперехватов. В разговоре с министром обороны президент отметил и необходимость тесного взаимодействия российских военных с представителями так называемой западной коалиции, которые вот уже около года наносят удары по лагерям ИГИЛ. Нужно продолжить работу с нашими иностранными партнерами, потому что без их участия, без участия Саудовской армии, Турции, Соединенных Штатов Америки, Ирана, Ирака и соседних государств, конечно, эту работу должен, образом, вряд ли удастся организовать. В этой связи у меня вопрос, как у вас идет работа по согласованию или, во всяком случае, по взаимному информированию на уровне военных специалистов с американскими и с турецкими партнерами. Мы, конечно, вчера собрали военных атташе и предложили им, всем нашим коллегам, кто так или иначе причастен к этой территории, к этой работе, дать нам, если у них, конечно, такие цели есть, дать нам цели для того, чтобы мы могли более эффективно, еще более эффективно, работать по подразделениям и лагерям ИГИЛ. Сегодня ждем ответа от наших коллег, надеемся, что они скажут нам о тех целях, которые у них есть, и, конечно, думаю, что дальше эту работу следует налаживать и продолжать уже в системном порядке, в связи с тем, что, как бы там ни было, но тут мы действительно без поддержки друг друга вряд ли сможем решить эту задачу. Ну, правильно. Если они утверждают, что они знают ситуацию лучше, поскольку уже в течение более чем года работают на сирийской территории, кстати говоря, незаконно, я им об этом сказал, но если они работают и знают ситуацию лучше, то пусть дадут нам цели, которые они выявили за это время, и мы их отработаем. Впрочем, пока этого призыва к сотрудничеству, в частности, в Пентагоне, как будто не слышат. Вместо этого там продолжают заявлять, что российская армия бомбит совсем не то и совсем не тех. В Министерстве обороны сегодня прокомментировали эти обвинения. Хочу со всей ответственностью заявить, что нами не рассматриваются в качестве цели объекты, находящиеся в населенных пунктах. Более того, нам не один раз приходилось отменять уже спланированные удары по боевикам по той лишь причине, что террористы, по всей видимости, получив информацию о взлете самолетов, покидали свои базы и лагеря. При этом они, как правило, укрывались в населенных пунктах и вблизи религиозных учреждений. Вы это уже видите на экране. Тем не менее, российские вооруженные силы продолжают безосновательно обвинять в нанесении ударов по гражданским объектам, в том числе мечетям. Более того, подчеркивают российские военные, они не раз обращались к представителям западных стран с предложением поделиться имеющимися координатами военных объектов террористов. Однако Соединенные Штаты пока отказались предоставлять такие данные. В военном ведомстве России предположили, что, возможно, в США так до сих пор и не определились, считать ли боевиков ИГИЛ террористами. Наши партнеры из других стран, которые в ИГИЛ видят реального врага, подлежащего безусловному уничтожению, активно помогают нам данными о базах, складах, пунктах управления и лагерях подготовки террористов. А те, кто имеет, по всей видимости, иное мнение об этой террористической организации, постоянно ищут причины для отказа сотрудничать в борьбе с международным терроризмом. В то же время российские военные от встречных просьб о сотрудничестве, которые поступают из штабов стран НАТО, не отказываются. О проведении первых консультаций президенту доложил министр обороны. Несколько дней назад российские самолеты, проводя операции против ИГИЛ на севере Сирии, случайно оказались в воздушном пространстве Турции. Чтобы избежать в будущем подобных недоразумений, военные теперь смогут в любой момент обмениваться информацией по постоянно действующему каналу связи. Мы наладили контакт с нашими турецкими партнерами сегодня на уровне центрального командного пункта турецкой армии. И нашего национального центра управления обороны страны налажена прямая связь для обеспечения нашей работы вблизи турецких границ. Для того, чтобы не допускать инцидентов с пересечением границы в воздушном пространстве. Это первое. Второе. Мы провели видеоконференцию с нашими американскими коллегами и начали обговорить вопросы по обеспечению совместной работы и безопасности на этой территории. Мы завершили рассмотрение документа, представленного Пентагоном. И сегодня будем говорить о том, что мы готовы к согласованию этого документа и начало работы по нему. Кроме того, Владимир Путин поручил военным по возможности наладить взаимодействие и с представителями так называемой умеренной оппозиции в Сирии, к чему Россию призывают западные страны. Впрочем, для начала эту самую оппозицию еще предстоит отыскать. В ходе последнего визита в Париж президент Франции, господин Алланд, высказал интересную идею, согласно которой можно было бы, по его мнению, попробовать, во всяком случае, объединить усилия армии правительственных войск, армии президента Асада и так называемой свободной сирийской армии. Правда, мы пока не знаем, где она и кто ее возглавляет. Но если исходить из того, что это боевое крыло так называемой здоровой части оппозиции, то если бы удалось объединить их усилия в борьбе общего врага против террористических организаций, ИГИЛ, Джабхар, Арнусра и же с ними, то тогда это бы создало хорошие предпосылки для последующего политического регулирования в Сирии. Пока же наше Министерство обороны координирует все свои действия с командованием сирийской армии Башара Асада. Российские самолеты в сирийском небе остаются круглосуточно, не давая террористам передышки ни днем, ни ночью. Михаил Акинченко, Павел Рудаков, Светлана Баркова, Первый канал.